Ситуацию нужно правильно протрактовать ваши требования. В чем они заключаются? Они заключаются в вашей правоте. Где она есть, ваша правота? Вы сегодня содержите военный корабль к рейсу Украины. И в этой ситуации нужно поработать неделю, может быть, 10 дней. И мы готовы вам помочь. Мы готовы вам помочь, чтобы эти деньги, которые начнуты вам за содержание к рейсу Украины, подписать контракт. И уже мы, как администрация, через кабинет министров попросим возвратить эти деньги. Это 12 миллионов. Это практически закрывается до зарплаты. Это непридуманные деньги. Это не виртуальные деньги. Это ваши законы. Но настолько я понимаю, что вы даже полшага не сделали, чтобы этот контракт оформить. Да ну дайте послушать, чтобы этот контракт оформить. Остакуйтесь вы! Но в данной ситуации это ваши требования. И в данной ситуации это ваша работа, потому что не я, никто из администрации не имеет права подписывать этот контракт. Это подписка контракт, юрист, визирует и директор его подписывает. С вашей стороны он должен быть. Рабочие никакого отношения к этому не имеют. Рабочие заработали деньги, им нужно возвратить. Каким образом, каким образом, ни банк, ни какие конторы вам деньги не дадут. Вы заработали. Вам их нужно получить на свой расчетный счет. Еще раз говорю, деньги виртуальные, вы не требуете у кого-то. Вы требуете в державы за эксплуатацию, содержание корабля, крейсер Украины на территорию завода имени 61 коммунера. Это нужно было сделать, я договорил, три месяца назад. Это нужно было сделать полгода назад. Я не делаю этот документ, это делать ваш руководитель. Подождите, каким образом, Николай Павлович? Проект контракта есть. Необходимо руководство обязать, чтобы были сделаны эти документы. Каким образом? Мы что, могут рабочие подойти и... Это написано в протоколе. Протокол подписал именно непосредственно Роман, который должен выдернуть. Даже не выдернуть, сам директор должен бежать туда и жить там. Так он каждую неделю ездит в Киев. Так вы должны тогда его наказывать, нашего директора. Я, директора вашего, не имею права наказывать. Еще раз говорю. Как кто? Есть функциональные обязанности. Ук-оборонпром напрямую подчиняется ваш директору туда. А вы можете спросить, почему люди приходят к вам? Почему он не выполняется? Вы должны ему сказать, почему мы идем к вам. Мы сидим здесь, чтобы защищать ваши права. И вам... Так правильно. Вот вы скажите, почему ко мне люди и к вам обращаемся? Почему он ничего не решает и мы вынуждены идти к вам? А вы не должны работать. А мы должны работать. Ваш Николай Яковлевич, если бы ваш директор, если бы ваш финансовый директор, бухгалтер, пришли ко мне и сказали, что мы ходим к Романчику, 10 раз он нас не принимает. Мы ходим к Романчику, он нам не объясняет. Еще ни разу даже не было записался, не записался. Всех ваших людей и руководцев я принимаю... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова